Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никон Денис. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по написанию облаков. Нам понадобится небольшой кусочек, то есть небольшая картоночка. Она проклеена у меня ПВА, серого такого оттенка, естественно, у которого она есть. Палитра. На палитре краска. Кадми желтый средний, белевый титановый. Охра желтая, кадми оранжевый, кадми красный светлый. Оранжевая неаполитанская, фиолетовая какая-то светлая и неаполитанская голубая. Спектральная, по-моему. Веридоновая зеленая, ультрамарин светлый. Вот и кость джонная, если ничего не путаем. Так, это из черной. Ну что же, первое, что мы сделаем, это обозначим горизонт. Для этого я беру ультрамарин, жиденько. В разбавителе, то есть в маскилке у нас скипидар чистый. То есть, такая поверхность слегка как бы тянущая. Вот. То есть, можно где-то использовать такой красивый эффект акварельной живописи. И слегка от гуаши. Немножко зададим тон земли. А точнее говоря, зелень, которую вы там видите с деревьями у нас присутствует. Охра. Желтая нам в этом помогает. Немножко черный. Вот таким образом мы обозначили, что у нас будет с горизонтом. И с землей. То есть, нам она не так сильно важна, но для того, чтобы оттенялось это все, то есть, мы легкое такое обозначение земли ввели. Вот. Далее. Сейчас я воспользуюсь тем, что возьму тряпочку, вот, в которой я вначале не вооружился. Оказалось, уже все подготовлено, а вот тряпочку-то в руки-то и не взял. Все это, как в жизни, происходит очень быстро. Но, так как у нас видеозапись, у нас всегда есть возможность взять и нажать паузу, если нам какой-то кусок наиболее понравился. Или потом вернуться в то состояние, которое изменилось. То есть, тем и хорошо, то, что мы можем с видеозаписью работать и не печалиться о том, что состояние наше куда-то безвозвратно убежало. Сейчас мы немножко зададим тон неба голубого. И понимаем, что это вот оно все не в чистом виде, как оно есть. Надо смешивать. Это нет такой универсальной краски, которая сразу нам дает небесную лазурь и попадает сразу в тон и в цвет. Поэтому замешиваем все это на палитре, экспериментируем, смотрим. Смеси прорабатываем. Вот. Усилим небесный цвет выше к небу. Таким образом, очень хорошо, что поверхность такая тянущая, приятная. И краска как бы слегка впитывается в поверхность картона. Поэтому кисть не просто скользит по поверхности, на которой пишем. Вот. К горизонту мы видим, что там идет... Облака идут более розоватого оттенка из-за того, что больше слоев воздуха к горизонту дают нам этот вот приятный розоватый оттенок. Плюс у нас картон он не чисто белого цвета, а серенький. Он тоже задает свой определенный уже оттенок. Мы можем с ним работать как с определенным тоном, который уже задан в облаках. Облаках. Вот. Набители его. Нежное состояние такое получается. Где-то здесь можем его ввести. Потом с этого края еще немножко голубенького можно ввести. Показать синюю небесную. Ближе к горизонту. Вот здесь вот. Потом зададим самые светлые акценты в облаках, которые есть. Потом в них уже будем вписывать другие полутона теневые. Цвет у нас там не чисто белый. Он теплый. Имеет оттенок. Поэтому вот. Так как у нас уже есть цвет небесной лазури, мы в него, то есть у нас получается уже мягкие касания, вписываем как раз вот эти облачика. В розовый оттенок тоже. Уводим свои цвета. У нас получается красивая растяжка. Небо получается не однообразным. Сверху можем взять немножко уже потемнее. Те облака, которые более размытые, менее такие яркие, но в то же время достаточно графичные. Мы рисуем не один в один с фотографией, мы рисуем впечатление, то, которое видим. Как это бывает в жизни, в динамике. Стараемся поймать то замечательное, что нас удивило в этом состоянии. Пытаемся на нем сконцентрироваться и понять, вот почему нам именно это состояние понравилось, какой силуэт облака нам понравился и полюбился. как его поймать, не упустить. Ловим его. Сейчас можно как раз воспользоваться черной и уже постараться теневую часть облака отобразить на своей работе. Почему именно сейчас теневую часть облака? Потому что она у нас будет списываться светлым самым акцентом в небе и получаться будет красивые полутона. Ближе к горизонту они у нас посинее становятся, не такие охристые, не такие теплые. Вот мы этот акцент сейчас здесь постараемся вам показать. Чуть светлее его возьмем. В общем-то состояние очень красивое. Очень хорошо, что Андрей Михайлович его так сумел. поймать, вдохновить нас на данный этюд. Вверху теневая часть будет более теплая облака. Мы это тоже покажем. Розоватый оттенок вводим. Он хорошо ложится на серый картон. То есть дополняет его, просвечивает где-то местами. С помощью чего, в общем-то, и получаются интересные оттенки. То есть вот здесь он у нас чуть теплее, а к горизонту холоднее. Вот. Так. Дальше продолжаем работу с теневыми частями. Потом мы еще где-то вернемся, естественно, к светам. Слегка. Вот такая тренировка в работе с небом. Вам потом позволит более комфортно себя чувствовать на большом формате, на большом холсте. Мы уже будем чувствовать себя не так скованно. Сейчас еще немножко усилим синие цвета в небесной синеве. Я еще через ультрамарину идем. Ну, с белыми, конечно. Так, светло. Добавим более активного оттенка. Ну, в общем-то, вот благодаря этому у нас и получается уже более такой насыщенный цвет. Чуть-чуть фиолетовым. Самую малость. Верхушечки вниз. Растягиваем этот активный цвет. Где-то возьмем уже эти, какие-то прогалы такие между паром облаков. Этюды очень полезные. Если вы, скажем, будете в Москве, в музее Аполлинария Воснецлова, что недалеко от чистых прудов, и посетите его, дом-музей, вот, то вы увидите в этом доме-музее большое количество этюдов-облаков. Я не раз уже повторялся об этом, и еще расскажу. Это очень хороший пример того, как пейзажисту нужно себя штудировать как музыканту в гаммах, чтобы писать небо легко и свободно. Чтобы у него были определенные цветовые замесы, которые он будет использовать в своих последующих работах. Важный акцент очень, что небо нужно учиться писать. Чтобы даже потом вы, будучи в мастерской без видеозаписи, могли что-то воспроизвести по памяти. Но это уже когда высокий уровень, когда уже много наработано натурных вещей. Я думаю, что вы понимаете, что те участники пленера, которые были в Крыму с нами и осенью, и весной, они уже этот опыт для себя набирают. И с натурой, и с помощью наших мастер-классов. Так, ну вот. В общем-то, работа у нас дальше подвигается. Немножко еще пройдемся по лазуре этой небесной. Где-то можем сейчас еще по земле пройтись. То есть по зелени, которая у нас на земле, чтобы сделать ее плотнее слегка. Вот. Чуть красноватого оттенка добавим в эту зелень. Она там более сложная. Немножко еще с горизонтом можем поэкспериментировать. Чуть сиреневых оттенков туда добавить. Много плановости чуть-чуть добавить. Так, вот. Сейчас возьму кисти поменьше. Замешаю. Опять уже акценты более светлые. Вернусь к ним. Они тут у нас идут сейчас более розоватыми и теплыми оттенками. Немножко поразрабатываем те облачка, которые мы видим ближе к горизонту. Там больше теплого, желтоватого, красноватого оттенка. Такую иллюзорность сокращения облаков, как они изменяются ближе к горизонту. Становятся меньше, изменяются в цвете. Где-то они лучше освещены, где-то меньше, то есть где-то больше, где-то меньше освещены. И естественно и цвет у них тоже в связи с этим изменяется. Вот такой вот у нас с вами быстрый этюд, быстрый эксперимент. Урок к тому, как можно по видео, не выходя из дома, не выходя из вашей мастерской, сделать для себя замечательное упражнение. Сейчас вернусь к теневой части волока. Какие-то касания, переходы от тени к свету усложняю. Усложняем. То есть ищем более тонкие, тоновые и цветовые градации. Потом опять вернемся к более темным и светлым акцентам. Это очень хорошая возможность для студии, для копии. В данном случае у нас большой плюс в том, что мы видим облака в динамике. Это не просто какая-то фотография. Это небо изменяющееся. Мы можем выбрать какие-то красивые куски и моменты, которые появляются в течение определенного времени. Чем? То есть данное видео я и считаю очень полезным. Вот так. Ну что же. Еще сейчас вернемся к теневой части облака. Сделаем его поактивнее, потемнее. То есть то, куда лучи света попадают меньше, где оно набирает такой тон. Хмурый вроде бы. И в то же время они выражают хорошо объем. Постичим полутона. В общем-то польза как бы от данного урока несомненная. Я вот ее просто даже для себя чувствую, что есть возможность вот так вот сходить на этюд. Еще иногда бывает пойдешь на этюд и не всегда такое красивое состояние ты поймаешь. А оно вот тебе и записано. Есть возможность с ним поработать в любое время. Так что, пожалуйста, работайте вместе с нами. Пишите. Тренируйтесь. Наращивайте свои живописные потенциалы в качестве приемов цветовых, новых каких-то решений для себя. Лучше будете работать с краской, с цветом. И потом, когда выйдете на природописы, вам будет легче и уже не так страшно. От того, что вот какое-то состояние было и оно убежало, вы его будете ловить проще и быстрее. Потому что у вас уже есть опыт вот такой вот живописи. У вас уже есть знакомство с тем или иным состоянием облаков. Сейчас возьмем еще такой яркий акцент сниму. В плане самых светлых мест. И проработаем его. Я думаю, что вы уже для себя что-то... Уже поняли, взяли на заметку, где и как можно научиться хватать эти облака, как говорится, в лед. Как-то взяли для себя на вооружение, как по стадии пишется облако. Что в первую очередь, что во вторую. То есть помните, что мы с вами начали вначале с синевы небесный. Потом уже на нее наносили самые светлые места. И потом с ними работали, искали, что должно быть, как облако должно изменяться от света к тени. Еще сейчас буквально пару-нискольких штрихов к теневой части облака. Начали с холодным оттенком, потом чуть более теплым. Проработали эти элементы для себя. В общем-то, вот у нас получается с вами вот такой отец. И вот здесь будет небес. Последние штрихи. Здесь немножко в теневой части постараюсь разработать холодный оттенок в теневой части облаков. В общем-то, можно было бы сказать, что, наверное, на этом все. Исключая то, что еще где-то здесь чуть-чуть показать свет от бегущих облаков на земле, как это обычно бывает. Чтобы картинка наша стала поживее и поинтереснее. Вот, в общем, вот так вот, дорогие друзья. Я думаю, что вам этот пример работы с этюдами понравился. Так что прощаюсь с вами. Урожеских вам успехов. До следующих уроков. Продолжение следует...